Здравствуйте! Весной 1949 года в особом конструкторском бюро Инженерного комитета сухобутных войск приступили к разработке проекта под условным обозначением К-91. Проектирование новой бронетехники заняло несколько месяцев и в результате появились наработки двух тяжелых танков и одной самоходной артиллерийской установки. Концепция основного боевого танка появилась значительно позднее, но К-91 можно считать первым шагом к ОБТ, так как итогом проекта должна была стать замена существовавших тогда тяжелых и средних танков унифицированной моделью бронетехники. Так, машины семейства К-91 должны были иметь ряд общих агрегатов. Например, в качестве силовой установки предполагалось использовать 12-цилиндровый оппозитный дизельный двигатель. Все три боевые машины предполагалось оснащать 100-мм нарезной пушкой Д-46Т, спаренным с пушкой крупнокалиберным курсовым пулеметом ДШК, а расположение механика водителя в башне или рубке позволило заметно сократить общую высоту всех бронемашин. Если интересно, то у меня на канале есть видео, где реализована возможность работы механика водителя в башне, ссылка будет в описании. Итак, первый вариант танка, наиболее проработанный, предполагал размещение боевого отделения по центру корпуса. Двигатель в кормовой части бронированной машины, а агрегаты трансмиссии в передней части корпуса. Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии осуществлялась с помощью двух редукторов, по одному у двигателей трансмиссии и карданного вала, проходившего по днищу танка. Система охлаждения двигателя жидкостная и вентиляторная, выполненная по типу системы охлаждения танка ИС-4. Все члены экипажа в составе 4-х человек должны были размещаться в башне. Водитель располагался справа от орудия на поворотной платформе, за ним размещался доряжающий. Наводчик располагался слева от орудия, командир размещался за ним. В башне танка справа от пушки устанавливался спаренный 12,7-мм пулемет ДШК. Второй зенитный ДШК крепился на крыше и имел поворотный механизм, скопированный у зенитной турели ИС-4. При необходимости ведения огня из зенитного пулемета он устанавливался над люком командира танка. Что касается гусеничной ходовой части, то на каждом из бортов танка предполагалось устанавливать 9 опорных катков с торсионной подвеской. При этом индивидуальную подвеску должны были иметь только центральные катки. Интересной конструктивной особенностью было то, что функции поддерживающих катков выполняли кронштейны с двухсторонними лыжеобразными опорами. Пара передних и пара задних катков должны были соединяться специальной перемычкой, закрепленной на балансире. Также был предусмотрен прижимной ролик, расположенный над передним опорным катком и предназначенный для подачи гусеницы к ведущему колесу. Благодаря такой компоновке машина получила бронирование на уровне танков того времени, а высоту удалось снизить до 2-3 метра. Второй вариант танка предусматривал перенос боевого отделения в корму танка, а переднюю часть машины отвели под двигатель и трансмиссию. Благодаря такой компоновке высота танка еще уменьшилась до 2,1 метра. Одним из вариантов уменьшения высоты было уплотнение компоновки агрегатов корпуса. В частности, изменились элементы трансмиссии, отвечающие за передачу крутящего момента на гусенице. Из-за этого уменьшился диаметр переднего ведущего колеса и общей габариты ходовой части, что позволило отказаться от прижимных ролик. В боевом отделении второго варианта танка предполагалось разместить экипаж, сокращенный до трех человек. Расположение рабочих мест механика-водителя, наводчика и командира соответствовало предыдущему проекту, но вместо заряжающего в новом танке должен был работать автомат заряжания. Под механизированную укладку для унитарных 100-мм снарядов отвели почти всю кормовую часть башни. Вооружение второго тяжелого танка соответствовало первому пушка калибра 100 мм и два 12,7-мм пулемета ДШК. Третья бывая машина, разрабатывающаяся в рамках проекта К-91, представляла собой самоходную артиллерийскую установку. В ней попытались соединить лучшие наработки двух тяжелых танков. Ходовая часть и бронекорпус для САУ были заимствованы у первого варианта тяжелого танка. Из второго варианта взяли компоновку моторно-трансмиссионного отделения, установленного в передней части корпуса и размещение боевого отделения. Но работы к проекту К-91 не вышли за рамки эскизной проработки общей компоновки машин и были прекращены в декабре 1949 года, так как они уступали по большинству параметров как существующим, так и перспективным тяжелым танкам. На этом все, подписывайтесь, пока! Субтитры сделал DimaTorzok